здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего кулинарного канала сегодня хочу приготовить очень вкусное блюдо из армянской кухни хашлама хашламу я буду готовить в казане на костре так что по всем технологиям и тонкостям хашлама на костре должна получиться очень вкусной и ароматной подтолкнула меня приготовить это блюдо общение со своим подписчиком он сам из армении рассказал мне он тонкости приготовления этого блюда так как в интернете очень много противоречивых и различных вариантов приготовления хашламы так что я буду основываться на многолетнем опыте и знанием моего подписчика готовить мы хашламу будем из баранины очень хорошо если вам попадется вот как и мне баранина на косточке благодаря косточкам блюдо получится очень наваристым и вкусным также у меня есть и мякоть понадобится мне на 5 литровый казан где-то полтора килограмма предварительно баранину я где-то часа на два два с половиной замочил слегка подсоленной воде чтобы удалить лишнюю кровь затем я порезал на порционные кусочки немного дал стечь лишней влаги и вот баранина готова к использованию какие понадобятся нам еще ингредиенты нам понадобятся помидоры их мы помоем и нарежем на кружочки также нам понадобится сладкий болгарский перец его мы тоже помоем удалим сердцевину и семена нарежем на кольца понадобится нам достаточно много лука примерно где-то около килограмма лук мы измельчаем на кольца или полукольца возьмем где-то 5-6 картофелин картофель очистим помоем и нарежем на достаточно большие кусочки обязательно это блюдо предполагает использование ароматной зелени моем случае я взял по пучку кинзы свежего базилика и от себя еще хочу добавить несколько веточек ментоловой мяты это мята очень ароматная обожаю ее добавлять в различные блюда для остроты и пикантности добавим целый стручок горького перца чили какое же блюдо без приправ и специй моем случае здесь морская крупная соль смесь различных перцев кориандр хмели-сунели и сушеный укроп просто у меня не было свежего укропа я заменил его на сушеный и так друзья что нужно еще сделать мы нарезаем сейчас лук и помидоры разрежем на части картофель измельчим зелень и смешаем соль и специи в однородную такую вот просолочную смесь итак друзья приступаем непосредственно к закладке наших ингредиентов для приготовления хашламы повторюсь готовить я буду в 5 литровом казане суть приготовления хашлобы является в том что все ингредиенты мы будем выкладывать слоями на дно казана выкладываем первым слоем помидор нарезанный кружочками для того чтобы мясо не подгорело на дне казана и уже поверх этого первого слоя помидоров мы будем выкладывать баранину и так вот после того как мы разместили баранину на помидоры хорошенько засыпем приготовленной нами просолочной смесью из соли и специй затем поверх баранины мы сейчас разместим слой лука на который добавим слой помидор помидоры слегка еще присолим и разместим поверх болгарский перец на болгарский перец добавим измельченную свежую зелень далее идет слой баранины теперь слой помидора лука болгарского перца и так пока не закончатся ингредиенты добрались мы практически до самого верха казана оставляем немного пространства чтобы самым последним слоем разместить картофель картофель слегка посолим и добавим специй накрываем крышкой и ставим на медленный огонь тушится нашу хашламу где-то на два два с половиной часа между картофелем развестим в стручок острого перца итак вот друзья наш казан с хашламой мы отправили на костер еще одним немаловажным штришком в приготовлении армянской хашламы является то что мы добавим немного жидкости жидкостью у нас будет служить грамм 400 светлого пива также вместо пива можно добавить сухое белое вино итак вот друзья финал всей нашей истории хашлама на костре готовилась где-то около двух с половиной часов и посмотрим результат вот так вот выглядит хашлама после длительного томления все что нам осталось это красиво подать хашламу украсить свежей зеленью и отдельно в пиалочке мы подаем бульон который выделился из всех наших сочных ингредиентов и и и и и и и Продолжение следует...